Террор и расказачивание, физическое уничтожение казаков и их семей. Один из организаторов убийства императора Николая II и его семьи, святых царственных страстотерпцев. Памятник Якову Свердлову. По какой-то непостижимой иронии он установлен напротив оперного театра, когда-то открывшего свой первый сезон оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». В 1912 году театр воспевает подвиг Ивана Сусанина, отдавшего свою жизнь за первого государя из рода Романовых. В 1927-м у него появляется зловещий сосед – памятник царе-убийце. Кто такой Свердлов? Революционер. А какие события с ним связаны? Может быть, какие-то серьезные события приходят в голову? Как бы не помню, но только вот что революционер и убийство царя и все. Мое мнение, что как бы не очень порядочный человек. А кто такой был Свердлов? Свердлов – это был основатель, по-моему. Городом. Что ж, можно сказать и так. В том городе, что заново основал Свердлов, от Екатеринбурга остается индустриальная составляющая. Город растет и развивается. Действуют фабрики и заводы, учебные заведения и больницы, театры и музеи. Вот только храмов становится все меньше и меньше. В городе, носящем имя идеолога красного террора, они подлежат разрушению. В 1930 году будет взорван Екатерининский горный собор. Та же участь постигнет и кафедральный Богоявленский, и Максимилиановский Большой Златоуст. Церкви будут уничтожать, либо стирая с лица земли, либо размещая в них промышленные предприятия и склады, музеи и клубы. Как и 200 лет назад, Кроме того,